Здравствуйте, мои дорогие! С вами ваша бабушка Соня. Однажды ко мне после лекции произошел один человек золотого возраста и сказал, я хочу вам нажаловаться на ваших религиозных. Меня очень-очень обидели. Я говорю, расскажите, что с вами произошло. Он говорит, я пришел в синагогу, я хотел послушать молитву, я сажусь на место. Подходит ко мне какой-то один и говорит, это место куплено. Я пересаживаюсь на другое место, он мне говорит, и это место куплено. Он говорит, я пересаживаюсь на третье место, он мне говорит, это место тоже куплено. Он говорит, я встал, плюнул на это дело и ушел. Вот как с вами поступает. Он не хотел, чтобы я был. Он сразу увидел, что я русскоязычный. Он просто не хотел, чтобы я там был. Я говорю, подождите, во-первых, сначала не горячитесь. Вы хотите только пожаловаться и точно так же повернуться и уйти, как вы ушли из синагоги? Или вы хотите услышать причину того, что с вами произошло? Он говорит, ну интересно, как вы будете защищать ваших религиозных? Я говорю, если вы действительно готовы услышать ответы, то у нас состоится диалог. Если нет, то диалога не состоится, и вы всё равно уйдёте при своём мнении. Он говорит, хорошо, я готов вас слушать. Закинул ногу на ногу и уселся. Я говорю, позвольте мне угадать, что, наверное, вы пришли в синагогу в Йом-Кипур. Он говорит, откуда вы знаете? Я говорю, обычно люди, которые не посещают синагогу в течение года, у них просыпается желание посетить синагогу раз в году в Йом-Кипур. Потому что что-то всё-таки еврейская душа где-то там скребётся, где-то там стучится. За всю жизнь ей очень не удалось пробиться, но в Йом-Кипур это такой особый день, что там что-то скребётся и стучится, и вы всё-таки решились и пошли в синагогу. Он говорит, да, точно. Я говорю, а к Габаю вы подошли? Он говорит, напомните, кто такой Габай? Я говорю, Габай это... Я говорю, вы, может быть, слышали такое слово на идыш? Шамес. А, да, да. Я говорю, Габай или Шамес это тот, кто является как бы администратором синагоги. Он её открывает. Он включает свет, он настраивает мозганы. Он беспокоится о порядке. К Габаю приходят и отдают деньги. У Габая покупают места в синагоге. Он говорит, с какой-то стати покупают места. Я говорю, дело в том, что если синагога небольшая, то желающих всегда больше, чем мест. Я говорю, поэтому человек, который хочет реально быть уверенным, что он сядет на своё место, он это место покупает. А, говорит. И что делают с этими деньгами? Я говорю, ну, во-первых, на эти деньги, на покупные. Когда покупают места, я говорю, покупают не только места, покупают тоже право за то, чтобы подняться к торе. Я говорю, люди деньги постоянно дают на синагогу. Потому что, говорю, синагога содержится на эти деньги. На эти деньги содержится уборщица, на эти деньги оплачивается электричество, на эти деньги покупаются книги, оборудование. Я говорю, на эти деньги полностью содержится это место. Он говорит, да, я думал, что государство содержит эти деньги. Я говорю, синагога обычно содержится на деньги прихожан, которые туда и приходят. Я говорю, более того, там устраивают праздники, там устраивают бармитцы, бритмила. Я говорю, там крутится свой маленький бюджет. Я говорю, и все это покупается. За все это платятся деньги. Он говорит, я не знал. Я говорю, скажите, если вы придете в театр по контрамарке. Я говорю, и сядете на пятое место в портере. И кто-то придет и скажет, извините, но это место мое, потому что у меня в билете написано. Я говорю, вы будете возмущаться? Он говорит, нет. Я говорю, как поступает разумный человек? Я говорю, он не садится на первое попавшееся место, а он скромно постоит в сторонке, дождется начала спектакля. Минут 5-10 увидит, что больше никто не приходит. И на свободные места спокойно сядет. И тогда его не будут гонять с места на место. Однако, если его сгонят с места, на которое он уселся сам, он никогда не встанет и не скажет, больше ноги моей не будет в оперном театре. Нет, он человек разумный. Я говорю, то же самое, если вы приходите в ресторан. Вы не можете сесть на первое попавшееся место, которое вам приглянулось. Вы сядете на то место, которое вам укажет официант. И даже если вам это место не нравится, и вы скажете, я хочу сидеть там у окна, официант может сказать, я извиняюсь, но это место зарезервировано. Я говорю, и это нормально в цивилизованном обществе. Я говорю, если человек ходит в синагогу каждый день, и у него есть свое постоянное место, то, во-первых, это место, скорее всего, им покупается. И мы уже про это говорили, а в Йом-Кипур особенно эти места за месяц вперед закупаются, выкупаются. И человек знает, что когда он придет в этот святой день, когда мы все подобны ангелам, он не будет искать место, его место будет его ждать. И поэтому, прежде чем плюхнуться на место, которое в синагогу, если вы пришли один раз в году, он говорит, да я вообще первый раз туда пришел. Я говорю, тем более, если вы за 20 лет впервые решили выбраться в синагогу и сесть, вы не можете прийти в то место, где существует свой порядок, свои правила. Я говорю, вы должны были подойти к Габаю и сказать, так и так, я, я говорю, вы евритом ведь владеете. Он говорит, ну, конечно, я в стране уже столько лет. Я говорю, тем более, я говорю, вы не без языка. Вы должны были подойти к Габаю и сказать, так и так, я новый. Я хочу сегодня впервые послушать молитву, службу. Куда вы мне разрешаете сесть? Он говорит, кто же это знал? Я говорю, вы понимаете, я говорю, из-за того, что мы очень многие вещи не знаем, происходят какие-то столкновения, потому что Габай не может знать, что вы знаете, чего вы не знаете. Он видит человека, которого он видит первый раз в лицо, который пришел практически в его дом и уселся там, где он пожелал. Я говорю, для того, чтобы, я говорю, если вы идете в чей-то дом и идете туда впервые, то, во-первых, вы интересуетесь, что там за событие. Может быть, там свадьба, а может быть, там день рождения, а может быть, там сидят поминки. То есть от того, куда вы идете и каким людям, от этого зависит, что вы с собой покупаете, потому что вы тоже не придете с пустыми руками. Если это поминки, то вы, скорее всего, придете в соответствующей одежде. И, скажем так, к евреям есть свои правила. Если это близкие и родные, то они несут какие-то печености какие-то, то есть все, кроме мяса, потому что во время шива, когда сидят траур, мясо нельзя есть. То есть вы не можете туда прийти, принести, скажем так, котел с мясом или палочку колбасы. Не пойдет. Но если вы приходите, скажем так, на чье-то день рождения, то вы туда можете спокойно принести бутылку шампанского и конфеты, а чего нельзя принести к людям на поминки. То есть вы наводите какие-то элементарные справки, какое-то элементарное правило приличия от вас требует поинтересоваться, что уместно одеть, что уместно принести и так далее. Но когда вы идете в синагогу, что это как бы малый храм, это дом Всевышнего, вам даже в голову не приходит поинтересоваться, а что уместно. Я говорю, кстати, а в какой бы вы туда пришли? Он говорит, ну вот в сандалиях, я говорю, сандалии сделаны из кожи. Он говорит, да. Я говорю, кстати, в емкий пур нельзя одевать кожаную обувь. Я говорю, тот, кто вас увидел, наверняка это сразу заметил. Я говорю, вы в его глазах выглядели не просто неучим, но еще и человеком, который не нарушил один из пяти строжайших запретов. Я говорю, точно так же, как в емкий пур нельзя есть и пить. Я говорю, к этому же запрету относится, запрет на ношение кожаной обуви. То есть все происходит от неграмотности, от того, что вы не потрудились хоть немножко приложить какие-то усилия и не поинтересовались, а что в этот день я должен делать. Я говорю, кстати, а кипа на вас была? Он говорит, нет. Он говорит, если я светский, почему я должен быть в кипе? Я говорю, вы даже не потрудились, я говорю, пойти, я говорю, купить кипу за 10 шекелей и прикрыть свою голову. То есть элементарное, минимальное уважение к месту. Я говорю, если бы вы зашли на экскурсии в какой-то храм католический или в какое-то место, где есть какой-то обряд, какое-то, скажем так, какое-то поклонение чему-то, и вам бы сказали, что туда нельзя заходить с открытыми плечами, если вы в майке, или нельзя приходить с непокрытой головой, говорю, вы бы потрудились для того, чтобы посетить сей туристический объект, одеться, соответственно, чтобы вас пропустили. Я говорю, вам же не придет в голову прийти в театр на балет в шортах и в майке? Я говорю, вы понимаете, что вы должны выглядеть соответственно? Я говорю, все это происходит из-за элементарной неграмотности. Когда мы с вами открываем недельную главу имбэху кутай, имбэху кутай талеху, Всевышний нам дает конкретно, вот правило, по которым я требую, чтобы вы жили. Вы пришли в мой мир, вы у меня в доме, вы мои гости. Так будьте, ведите себя соответственно гостям. Гость, когда он приходит в чей-то дом, мы уже об этом говорили. Если хозяин сдает свою квартиру на съем, то он подписывает с квартиры съемщиком договор, в котором подробно указаны пункты. И чем более шикарная квартира, тем больше условий проживания в ней есть. Если вам сдают какую-то халупу, одну комнату, в которой только стены и пол, то там не будет много условий. Но если вам сдают какую-то пятикомнатную квартиру с очень хорошей мебелью, с хорошей керамикой, то естественно, что все в пунктах будет указано, что нужно, как проживать в этой квартире. И если вы нарушаете какой-то из пунктов, хозяин квартиры имеет право вышвырнуть вас с этой квартиры, если он придет и увидит, что вы портите его имущество. Но если вам сдана шикарная вилла или какой-то пентхаус с растениями, с экзотическими, скажем так, цветами, с золотым унитазом, и вы там прошлись молотком и начали забивать гвозди в стены, то вас не просто вышвырнут с этого дворца, вас вышвырнут с треском, с позором и еще заставят вас уплатить ущерб, штраф и так далее. Потому что все это указано в договоре. В нашей недельной главе сказано, что если вы будете жить по моим законам, то вы будете наслаждаться этим миром. Мы пришли в мир Всевышнего, и Всевышний требует от нас, чтобы мы соблюдали правила проживания в этом мире, правила, как друг с другом обращаться, как обращаться к правилам отношений между человеком и между Всевышним. И в одном из медрошей я нашла очень интересную градацию, что существует, оказывается, семь ступеней, как еврей превращается из еврея в антисемита. Совершенно феерическое, скажем так, повествование. Я вам очень быстро расскажу эту схему. Как из еврея превратиться в антисемита. Вначале еврей перестает учить Тору. Это первая ступень. На второй ступени, если он Тору не знает, то, соответственно, что он не знает, как выполнять митцвод. Значит, вторая ступень еврей перестает соблюдать митцвод. На третьей ступени ему начинают мешать те евреи, которые учат Тору и соблюдают митцвод, потому что он считает себя выше их, современнее их, и считает их фанатиками и, скажем так, прошедшим веком. Это уже третья ступень, когда ему начинают мешать те, кто Тору учат и соблюдают. Четвертая ступень. Ему начинает раздражать рабоним. И он говорит, что все эти митцводы, это придумали равены, равены во всем виноваты. Пятая ступень. Ему начинает страшно мешать весь этот институт выполнения, скажем так, Тор и митцвод, и он практически выходит войной против религиозных, которые где-то там как бы тычут ему в глаза, что они соблюдают, а он нет. Но так как он человек, по своей сути, не может выносить, что он в чем-то не в порядке, значит, кто не в порядке, значит, не в порядке. Ведь те, кто соблюдают, именно они – ходячее зло. Шестая ступень. Человек объявляет Тору, скажем так, что это всего-навсего какой-то литературный документ, и перестает относиться к Торе как к Бога данному документу. И седьмая ступень. Он полностью порывает свою связь с еврейским народом. Он ассимилируется или он меняет свою веру и становится ярым, ненавистником и преследователем еврейского народа. И так еще раз. Все начинается с того, что человек элементарно не потрудился посидеть с Торой, поучить ее. Второе – это перестает выполнять митцвод. Третье – его раздражают те, кто эти митцвод выполняет. Четвертое – выходит против Рабаним. Пятое – объявляет войну всему миру Торы. Пятое – шестое – объявляет Тору небогоданной книгой. И седьмое – полностью порывает связь с еврейским народом. Наша недельная глава Бехокотай. «Если будете жить по моим законам, будет нам хорошо». Нет, значит, все клалет, все пожелания, все плохое, что мы видели с вами на протяжении еврейской истории, все это мы получаем на свою еврейскую голову, когда мы не хотим быть евреями. Поэтому давайте просто вспомним, что все, что нам нужно – это вернуться и стать опять евреями, быть евреями, и тогда все у нас будет с вами хорошо. С вами была ваша бабушка Соня. С вами была ваша бабушка Соня.